На левом берегу Алда 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 И желаем друг другу. Так, я поднимаю этот племень. Желаю всем здоровья. Ты одним словом тоже можешь сказать. Вот так держим. Счастья, здоровья тоже. Все. Дальше. Любви вам всем. Успехов благополучия. Мира и добра. Я желаю дальнейшего благополучного развития селу Троицку. Мирного неба желаю. Наша главная работа, да, это помощь, методическая помощь культурным досовым учреждениям и проведение районных и республиканских мероприятий на Усть-Майской земле. У нас по району функционируют три этнокультурных центра. Это в селе Жанцы, в селе Петропавловск и в селе Кюбсы. В них функционируют, действуют два народных коллектива. Это народный творческий коллектив Чачебель-Села-Кюбсы, руководителем которого является заслуженный работник республики Саха-Якутия Алена Николаевна Барашкова. У них основная направленность именно сохранения и возрождения эвенкийской культуры. Они изучают обычаи, традиции, обряды именно эвенкийской культуры. И они не только изучают, да, вот у них очень много статей, особенно в селе Жанцы, вот директором культурного центра, который является, да, ЭКЦ Геван. Атласова Ая Егоровна, у нее очень много публикаций, публикаций и методических пособий именно по обрядовой части. Также у нас по району проводятся эвенкийские мероприятия, да, это всем полюбившимся народу, можно сказать, населению, да, это эвенкийский национальный наш праздник Бакалдын, праздник первого снега Сенильген. И вот буквально у нас планируется именно фестиваль эвенкийской культуры «Дар предков», автором которого является Барашкова Алена Николаевна. Пользуясь случаем, да, мы хотим пригласить наш район в районный центр хореографа, молодого специалиста. Именно, ага, районный центр поселка Усьмая, культурный центр народного творчества и общения. Если ты очень талантливый, творческий, приезжай к нам на работу. Предоставляется благоустроенное жилье, достойная зарплата и дружелюбный коллектив. После такой приятной встречи нас пригласили в этнокультурный центр, который оказался очень уютным местом, располагающим беседом. Троицк был основан в связи с открытием Аяномайского тракта. Переселенцами из Центральной России и имеет очень интересную историю, знатоком которой является почетный ветеран труда республики, почетный гражданин Усьмайского района Евдокия Ивановна Трифонова. 2021 год. Этот год был для нашего села Петропавловска юбилейным. 150 лет исполнилось село. И я на пенсии, поэтому от нечего делать, взялась собирать материалы, нашла людей. Меня очень хорошо поддержала библиотека, наши сельские библиотеки. Очень хорошо она и прямо много она сделала. И когда она уезжала, работала другая, замещала ее, Марьяна Николаевна Караканова. Вот мы втроем в основном. Но я поразилась, но я была уверена, что жители помогут. Так оно и вышло. Они очень даже быстро среагировали. И каждый приносил не только о своей семье, но и о соседях, о тех людях, которые жили в нашем селе. Поэтому у нас получилось так, что село наше Троицкое тоже относится к Петропавловску. И очень интересная история этого села. В 1860 году здесь жили скопцы. А наши эвенки жили по речкам, в лесу, на ласах. Здесь жили переселенцы, скопцы. Потом скопцы выехали, переселенцы полицильные жили. Кто здесь жил? Мирушниченко, Машуков, Машуковы, Седуновы и так далее. Это очень такие революционно настроенные люди. Потом, когда император разрешил выехать на свои места, они выехали. И поэтому эвенки наши все переехали сюда. И отсюда начинается жизнь Троицка. Но здесь в основном жили те, кто вот, Машуковы, теперь Николаевы, Переваловы. И после Гражданской войны они переехали в Петропавловск. В основном. Это очень многодетные семьи. Вот у них фотографии. Кривошиин Павел Дмитриевич со своей женой. Вот они, молодые. Вот они, Кривошиин. Чем они знаменитые? Они, знаете, Кривошиин Павел, он был первым трактористом. Дизелистом был у нас. Когда света не было, появился, где-то они купили, по-моему, мужики, построили быстро маленький домик. И дизель поставили, и свет дали в Троицке. И оттуда вот началась работа дизельной электростанции. Занимались они земледелием. Сажали картошку, капусту, продавали. Ездили продавать не только в Восьмай, но и в Якутск ездили. Ну, это же очень... Тут же земля такая плодородная. Да, да, очень плодородная земля. Потом начали заниматься животноводством. И когда вот наша семья переехала в Троиц, объединение колхозов было, переехали в 50-е годы сюда, стали заниматься очень много животноводством. Фермы были. Даже после окончания школы я работала 3 года на участке Сюзяя, отсюда, дояркой. И так раньше же был девиз «после учебы на работу». И по этому девизу все в основном работали. И поступали учиться. Ну, из этих людей я хочу сказать. Вот Кривошина Галина Николаевна. Это наша знаменитая овощевод. Она награждена орденом «Знак почета». Так, теперь вот семья Николаевых. Многодетная семья. Очень хорошие дети у них. Все работали здесь у нас. Вот Архиповы. Это вот Максимовы, наш дедушка и бабушка. А это их дочь. Первые жители были вот Никифоровы. Никифоров Игнатий Петрович и Пелагея Петровна. Она здесь работала дояркой много лет, а он охотником. Потом, видно, Куровы приехали из Майды или из Юдома. Они тоже. Фекла, она все время, как я помню, работала дояркой. Станин Николаевич работал бригадиром. В общем, на всех должностях он был. Руководителем здесь, в поселке. Потом приехали из Майдинцев, Винокуров, Семен Иннокентьевич с женой Тамарой Алексеевной, Павлов Дмитрий Егорович с Ифросиней Николаевной, женой. Теперь вот жена Тамара Алексеевна Находкина, это ее родители. Ну, здесь вот хочу несколько слов сказать о Винокуре Василии Петровиче, который был бессменным работником по общественности. Он организовал и комсомольскую организацию, и партийную организацию, поэтому за ним перекрепилась даже кличка «Парторг». Хотела еще подчеркнуть, в 70-е, 80-е годы очень много народу было здесь. И молодежи много было, и производство, сельское хозяйство. Здесь очень большая ферма была. И полеводством, и сенокосом занимались, заготавливали силос. В общем, работа непочатый край, поэтому народу очень много было. Здесь почему-то народ собирался. Они любили природу. На очень хорошем месте троис находится. Женщина в основном по ягодам и так далее. Потом этим коровам тоже хорошие условия. Сено. Почему-то вот я помню, когда еще студенткой была, приезжали ученые, и они проверяли, какая трава у нас растет. Они проверили у нас, в Троицке, и в Петропавловске. И почему-то вывод сделали, что здесь очень сочная и хорошая трава для животных. Поэтому у вас должно быть и мясо вкусное, и молоко густое. Оно так и есть. Поэтому как-то люди тянулись. А потом, вот они все. Это механизаторы наши. Это заслуженные механизаторы Российской Федерации. Семен Иннокентьевич. Знак почета тоже имеет. Они были первыми трактористами. Вот Иванов Василий Иннокентьевич. И от них все пошло вот. Это их ученики все. Я хочу сказать, Троица отличается тем, что здесь очень дружные люди жили. Очень дружные. Очень внимательные друг к другу. Помогали друг другу. Я хочу еще несколько слов сказать о книге, которую мы в 2014 году издали. «Алданамайские эвенки». «Алданамайские эвенки», в которых тоже есть троицкие. Без троицких никуда. Потому что это знаменитые, известные, очень дружные люди. На этом наша история, я думаю, не заканчивается история Троицка. Она будет еще продолжаться долго. Жители Троицка очень любят и гордятся своим очагом культуры, который был построен ими же самими народным способом. С момента строительства и по сей день хозяйкой этого прекрасного центра является отличник культуры республики Саха-Якутия Матрена Засимовна Архипова. Было решено построить народным способом центр чисто для жителей, как бы вначале планировалось. Но в 2000-х годах начался республиканское движение «2000 добрых дел». Мы одним из первых, в районе первые попали в эту программу. И действительно народным способом молодые семьи объединились. Это было строители, ребята Лыткин Николай, Трифонов Иван, Трифонов Анатолий, Дичковский Юра. Семьи молодые, молодежь именно захотела построить свой очаг культуры. В 2000-м мы уже в октябре тут провели уже выборы. Построились запахом, свежей лиственницы, красивые здания, были очень рады. Но потом постепенно этот центр превратился уже в визитной карточкой, событийным, можно сказать, туризмом. Кто приезжает в Восьмайский район, обязательно все равно заезжают гости. Как бы смотрят так. И с тех пор, в общем-то, жизнь кипит. Очень много мероприятий прошло. Помню, было мероприятие спортивного содержания, активного, республиканские мероприятия по лыжным гонкам. Комитет женщин проводили форум. Так, форум всех народностей севера. Здесь, в наших стенах, тоже проходили. Приезжали. Но было много мероприятий. Мероприятия мы, мероприятия свои берем из жизни. Так, ну, с 90-х годов мы работаем с детьми, любим очень природу, всегда стараясь с детьми проводить мероприятия на природе. С 90-х годов нам полюбился проект «Пельменный поход». С 90-х годов, ну, тогда мои дети тоже учили в школе, и как-то им идем пока, да, место расчищаем заранее. Костер там уже готовим, ну, вареные пельмени уносим туда и на месте там разогреваем вот с детьми. Вот как-то так началось. И оно полюбилось даже взрослыми. У нас последними событиями женщины наши объединились именно по плетению сетей. Мы нынче всю зиму занимались, где-то метров 40-45, наверное, связались в сети. Собираемся здесь. Ну, у нас многонациональный район, поэтому приходится все культуры учитывать. Допустим, проводится в Лусе очень много мероприятий, проживает больше 20 наций и национальностей, поэтому уже работники культуры мы вынуждены тоже соответствовать их запросам. Сахалы, якутский национальный эсэх обязательно, проводы зимы обязательно, масленицы обязательно, бакалдын, праздник первого снега, ну, вот, овенкийские вот такие праздники обязательно. Для ветеранов практикуем, опять-таки, при поддержке моих помощниц женщин, заботливое лето. То, что мы выращиваем, консервируем, ежегодно делимся с ветеранами. Это у нас традиционно уже проходит, в октябрьские вот эти месяцы, у кого что выросло, морковка там, консервация, все-все варенье, все время делимся. Мы им таким образом три раза. В Новый год, 9 мая, и вот в октябре наши ветераны всегда от нас, от жителей получают подарки. И это не только вот которые сейчас здесь проживающие, да, а те, кто переехали даже в Петропавловске, живут, ну, все равно до них довозим. Вот такая традиция у нас есть. И, конечно, с годом детства, летнее время здесь, в Троицке, очень благодатная вообще природа сама, вот для отдыха детей. Летом очень много детей, внуков приезжает, но при поддержке Петропавловской агрошколы мы и раньше делали детские вот такие лагеря, как-то говорить, нет, а детские объединения. Так, фольклорная деревня называлась. Так, последний раз, эти, вкус лета, ну, по-разному называем, но учим детей, таким, как постряпать оладушки, допустим, как собрать ягоды, сварить компот, и после бани, всех детей еще в баню вводим, помоются, потом вот эти вкусными компотами угощаем. Ну, такие вот жизненные мероприятия проходят, не так просто, вот чтобы чуть-чуть отвлечь детей от смартфонов. Такое так, ну, нынче тоже планы есть. Очень хочется, в прошлом году начали, но магнитную рыбалку будем проводить, а до поросчистки своей реки. Ну, конкурс, ну, в течение каникулярного времени, чтобы дети были у воды, ну, под присмотром старших, и это такие, ну, необычные, когда названия необычные, эти дети детям нравятся, вот они любят у нас. Ну, стараемся их вывозить на природу. Первое июня обязательно выезжаем в лес, поход называется у нас с детьми. Было время, что в сентябре тоже отмечали детские праздники, там, в лесу встречались дедушка Жара и Дед Мороз в лесу. И сами мы, организаторы, были тоже поражены. Оказывается, лес, ну, природа сама тоже прибавляет, сказочных таких были здорово. Отчитывалось, дети отчитывались за лето, чем занимались. И Дед Мороз угощал их мороженым, а Дед Жара выращенными арбузами. Ну, такие детские, такие веселенькие мероприятия. Живут у нас, трудятся люди, все равно вот любят украшать свою жизнь. Это у нас родом с Троицка, но она проживает в Петропавловске, Прокопьева Ирина Петровна. Она сама учка, ни художественная, ничего не заканчивала, просто талант от рождения, будем говорить, от природы. И вот она у нас стала вот такими красивыми вещами заниматься. Ну, у нас, как у всех, вот из рога, из обыкновенного рога, вот она сотворила вот такую красоту. Здесь вот тоже панно стали, вот тоже из ее рук вышла красота. Но тематика здесь очень интересная, чисто северная. А к национальному празднику мы отдельно еще другие выставки тоже готовим, чисто в национальном стиле, да. Здесь вот такая вот, ну, она сказала, из ваты и клея. Такую тоже красоту. Вот, пробует себя сделать кукольные такие вещи. Село живется им своей жизнью, но нынче у нас объявили пятилетие еще Емшицкой культуры. И есть задумка, значит, база Троицка готова принять гостей, участвовать во всех мероприятиях. И есть у нас задумка на базе старых вот домов сделать музей под открытым небом. Мы были на Иландке, ездили, смотрели, как красиво там к истории относятся. Вот, исторически. К истории надо возвращаться. Истоки, если мы не будем знать, то наши дети и подавно ничего не будут узнавать. Ну, в таком направлении пока. Вместе с семьей, с детьми. И будем творить дальше добро, праздники, встречи. Несмотря на небольшое количество жителей, Троицк живет насыщенной жизнью. Находится в русле всех событий и шагает в ногу со временем. И впредь пусть так и будет. Субтитры создавал DimaTorzok